Марина Якубова, Мухлислар, Блан Токио, Шкухны, Бзге, Айты, Бочечке, Тайор, Турген, Экен, Лар, Агристиан Ларамас, Йоке, Марина Тайор, Босе, Дема, Кхозыр, Боуланшимыз, Мумкен, Бз, Сорап Каламс, Ха, Тайор, Экен, Марина Хон, Кайфеттлер, Менен Ча, Алло, Тараджи, Добрый, Утро, Ян, Надеюсь, У вас Тоже, Щас, В Токио, Как Ваш Настроение, Как Приезд, Как Вас Встретили, Какие Ограничения Были по ходу вот этого, ну, как бы, приезда в Токио. Привет, Ташкент! Доброе утро по ташкентскому времени! Но в Токио сейчас уже час дня. Рада приветствовать вас в прямом эфире на телеканале «Спорт из Токио». Я рада тому, что мы находимся здесь в преддверии важного спортивного события этого лета, Олимпийских игр в Токио. многие специалисты утверждали о том, что эта Олимпиада может состояться, кто-то говорил, что она не состоится. Но в итоге мы в преддверии этого важного спортивного события этого лета. И хочу сказать, что все в предвкушении спортсмены, тренеры, специалисты. И мне кажется, что даже японцы ждут, конечно же, этого спортивного форума, потому что отложенная Олимпиада в 2020 году, она не очень положительным образом сказалась на населении Японии, потому что они действительно очень сильно готовились к этому важному спортивному старту. Но пока не об этом. Хочу отметить и рассказать о том, как мы все-таки прошли и прилетели в эту страну, потому что для журналистов, специалистов, тренеров, спортсменов, японцы придумали, мне кажется, целый квест и своеобразный экзамен. Нужно было пройти ряд норм и правил для того, чтобы все-таки стать участником Олимпийских игр. По приезду в аэропорт мы действительно прошли очень такой сложный отбор. Несмотря на то, что у нас все-таки были и ПЦР-тесты, их было три, и включая также и то, что мы были все-таки привиты, у нас был сертификат, нам нужно было пройти ряд требований, ряд, можно сказать, инструкций. И спустя 10-8 часов мы уже даже сбились со счету, в итоге получили тот самый заветный штамп. И вот сейчас мы вместе с моим оператором Шухратом Юсуповым находимся в гостинице, проходим трехдневный карантин. Наша гостиница располагается практически в центре Токио. Гостиница называется Keo Press in Hamamucho, но хочу отметить, что именно 27 гостиниц, они предназначены для масс-медиа. И вот наша гостиница в центре недалеко, получается, если здесь пройти, мне кажется, несколько кварталов, мы еще не разобрались, но выйдем к пресс-центру и к другим направлениям. Также хочу отметить, что делегация Узбекистана располагается, соответственно, в Олимпийской деревне, и там находятся спортсмены, тренеры. Многие расположились по другим гостиницам. Допустим, наши коллеги, с которыми мы сюда прилетели, они в других местах, потому как, ну, мне кажется, здесь, в Токио, собирается, можно сказать, спортивный бомонд, и все хотят быть в гуще важных спортивных событий четырехлетия, а уже теперь и пятилетия. Хочу отметить, что, летя в самолете вместе с нашими известными спортсменами, у них очень хорошее такое приподнятое настроение, несмотря на то, что и игры были отложены. Например, Оксана Часовитина, известная спортсменка нашей страны, она, вы знаете, в таком очень хорошем и приподнятом расположении духа, и несмотря на то, что для нее это последние Олимпийские игры, она вроде бы и с сожалением, и в то же время с очень хорошим настроем смотрит далеко вперед. Она желает, чтобы для нее удачно, конечно, сложилась эта Олимпиада, но она смотрит будущее, чтобы научить молодое поколение, и чтобы спортивная гимнастика в нашей стране развивалась благодаря ее высоким, также спортивным достижениям, то есть она служит огромным мотиватором. Продолжая тему именно токийских улиц, вот мы находимся, вот двери в нашу гостиницу, это получается улица, она также является одной из центральных. Все японцы, как вы видите, придерживаются всех определенных правил и норм, держат определенную дистанцию, жизнь продолжает в Токио бить своим ключом, но, соответственно, нужно придерживаться всех карантинных требований. Это очень важно. На каждой точке расположены и находятся антисанитарные приспособления, измеряется температура, соответственно, мы с оператором этого всего придерживаемся. Так что все вот как бы идет в таком направлении. Ждем, кстати, открытия Олимпийских игр. По многим источникам это будет феерическое открытие, но что в итоге состоится, покажет время. Очень рада была связаться с Ташкентом. Шлем вам огромный и пламенный привет. Насчет Оксаны Чусовитина, что это последняя Олимпиада, это еще не факт, по-моему, да? Но, Марина, вот вы как бы планировали туда поехать, вы от гостиницы до Олимпийского городка выбирали транспорт. Все-таки выбрали транспорт или как? Компания Дэнса, по которой мы отправились в Японию, то есть она является официальным аккредитатором для нас. Это известная японская компания, которая является вещателем. Они нам, скорее всего, на днях предоставят, скорее всего, это будет завтра, специальные ваучеры для шаттлбасов. Это специальные автобусы, предназначенные для масс-медиа, для журналистов. Они находятся в определенных точках, мы пока не разобрались, но как бы уже наводим справки, потому что Токио – это, можно сказать, эпицентр информации Вселенной. Здесь очень много ходов, выходов. Нужно просто очень разбираться по карте, соответственно, потому что даже многие жители Токио не ориентируются. Они все работают и смотрят по карте. Как-то так, Сардор. Марина Якубова, огромное спасибо. Ждем дальнейших таких прямых включений из Центра Олимпийских игр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.